Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Кальмарам не свойственна особая родительская забота, в первую очередь это касается самцов, которые, как правило, спариваются с самкой и избегают. Поэтому ученые очень удивились, когда обнаружили небольшого каракатицевидного кальмара, Сепиотиутис лисониана, который готовил квартиру, для своей партнерши и их будущего потомства. Не все кальмары плохие отцы-самцы каракатицевидного кальмара обычно очень ревностно относятся к своим партнершам, после спаривания они в течение какого-то времени охраняют самку от других самцов, чтобы предотвратить повторное спаривание. Затем выжидают, пока она будет готова отложить яйца, после чего уплывают на поиски новых возлюбленных. Как правило, самка сама ищет подходящее место для кладки яиц, однако во время недавних погружений в Красное море в Египте, биологи заметили нечто необычное, доминирующий самец после спаривания с самкой, отпугивал своих соперников, размахивая щупальцами и заставляя свою кожу вспыхивать белыми и черными полосами. Затем он ненадолго оставил свою партнершу без присмотра, заплыл в расщелину в рифе и через несколько секунд вернулся обратно. Ученые из Лиссабонского университета в Португалии и из Института поведения животных Макса Планка в Германии не смогли объяснить такие странные действия. Тогда они связались с биологами из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке, которые рассказали, что видели подобное поведение среди самцов того же вида в Индонезии в 2013 году. В исследовании, опубликованном в журнале «Экологи», эти специалисты подробно описывают такое поведение и предлагают свою теорию, согласно которой самцы каракатицевидного кальмара таким образом проявляют свою отцовскую заботу. Забираясь в щели в рифах, они ищут подходящее укрытие, чтобы самка могла отложить яйца. Ученые отмечают, что они еще не до конца уверены в своей гипотезе, но открытие такого типа поведения может изменить представление о размножении кальмаров. Кальмары заботятся о потомстве, чтобы сохранить свои гены. Ученые сравнили видеозаписи из Индонезии с видеозаписями из Египта, после чего сделали вывод, что в обоих случаях исследование щели кальмаром было намеренным действием. Они также отметили, что в некоторых случаях, когда самка оставалась без присмотра, другие самцы успевали спариваться с ней. Но почему самец бросил свою партнершу, если даже нескольких секунд достаточно, чтобы соперники добрались до нее? Такое поведение ставит под угрозу эффективность размножения самца, поэтому ученые посчитали, что для такого поведения нужна очень веская причина. Исследователи говорят, что они не видели, что делает самец, когда залезает в щель. Но они предполагают, что кальмар проверяет, нет ли внутри хищника, и безопасно ли это пространство для кладки яиц. Все это говорит о том, что самцов каракатицевидного кальмара на самом деле гораздо больше волнует безопасность своего потомства, чем считалось ранее. Вообще у кальмаров, как и у головоногих моллюсков в целом, принято, что именно самки заботятся о яйцах, пока из них не вылупится потомство. Они очищают их от загрязнений и обеспечивают притоком свежей воды. Самцы же не принимают в этом процессе никакого участия. Многие ученые заявили, что никогда не видели ничего подобного у головоногих моллюсков, поэтому это открытие считается действительно удивительным. Субтитры создавал DimaTorzok